Это новости с Урдопереводом. С ними ознакомим мы вас. Я, Лаура Жакупова, и мой коллега Хасан Исраилов. Здравствуйте. Марсултан Азарбаев встретился с министром иностранных дел. Ерлан Идрисов рассказал президенту о том, как идет подготовка к предстоящему участию Казахстана в Совете Безопасности ООН. Членство начнется с января следующего года. Глава государства отметил, что эта миссия стала выражением особого доверия со стороны мировой общественности. По словам министра, сейчас распределяются руководители постоянных комитетов. Президент тем временем подчеркнул важность посещения иностранных официальных делегаций нашей страны. Говорили на встречу и о предстоящем Дне независимости. Марсултан Азарбаев поручил при проведении внешнеполитической деятельности акцентировать внимание на достижениях нашей республики за 25 лет независимости. В свою очередь Ерлан Идрисов рассказал о проведении международной конференции в рамках празднования юбилейной даты. Нужно проводить работу по поднятию имиджа нашей страны на мировой арене. Необходимо создать условия для приезда иностранцев к нам. В этом году две важные поездки запланированы в Корею и Японию. Также в Россию пройдет Евразийский экономический совет. Мы являемся членами Совета безопасности ООН. Это говорит о большом доверии к Казахстану. Хотел бы также вам рассказать о предстоящих международных мероприятиях, вашего графика, нашей подготовки по нашей линии к проведению встречи с 25-летней независимости нашей страны. Планирую большую конференцию. Зарубежные аналитики готовят очень серьезный доклад о предстоящих 25-летних в следующих годах нашего развития. Казатампром не заинтересован в покупке каких-либо активов за рубежом. Об этом заявил главный директор по производству топливно-ядерному циклу предприятия, комментируя информацию о покупке Казатампромом доли во французской Орева. При этом Бауржан Ибраев не отрицает, что Казахстан принимал участие в подобном обсуждении. Мы интересуемся всем, что происходит в мире, но это не означает, что мы сегодня должны что-то приобретать. Я считаю, что у вас вопрос немножко преждевременный. Говорить о том, что сегодня, когда Казахстанпром что-то будет приобретать, наверное, нет смысла. У нас переговоры идут всегда со всеми. Но это не означает, что мы обязательно что-то приобретаем. Абсолютно нет. Напомню, в начале октября в ряде французских СМИ со ссылкой на информацию Министерства промышленности Франции появилась информация о переговорах между Казатампромом и Орева. В сообщении говорилось, что делегация национальной атомной компании обсуждает с французской стороной покупку доли в международном гиганте, который занимается разработкой и производством оборудования для атомной энергетики. С учетом того, что мы буквально недавно запустили месторождение Кашаган, на котором мы сегодня добываем порядка от 75 до 100 тысяч баррелей в сутки. Вариант ограничения добычи или, соответственно, снижения ее, конечно, нами рассматриваться не может. Это глобальное гигантское месторождение. И поэтому мы, конечно, с учетом того уровня инвестиций, которые были в этот проект, вложены, конечно, мы не можем ограничивать сейчас добычу. Напомню, в конце сентября в Алжирии члены картеля договорились об ограничении уровня добычи черного золота на уровне 33 миллионов баррелей в сутки. В Минэнерго нашей республики ожидают, что по итогам года уровень добычи нефти в Казахстане составит чуть более полутора миллионов баррелей в сутки. На встречу прибыли эксперты стран-членов ОПЕК, а также представители Азербайджана, России, Мексики, Бразилии и Омана. В Астане сдали первые объекты странам-участницам Экспо. Сегодня на территории выставочного комплекса состоялась церемония передачи пяти секций комиссарам Китая, Франции, Германии, Венгрии и Турции. Но уже в ближайшее время представители этих стран могут приступить к оформлению своих павильонов. Также приближается к завершению строительства главного объекта Экспо – сферы, в которой расположится секция Казахстана. При его возведении применяются прочные высокотехнологичные двухслойные стекла. Они изолируют здание от внешней температуры и звука. Как отмечают организаторы, центральное здание станет образцовым проектом, основанным на использовании зеленых технологий. По словам председателя правления Астана-Экспо Ахмеджана Есимова, сейчас уже завершено строительство пяти ключевых объектов площадью 482 тысячи квадратных метров. Это международные павильоны. Экспо-городок на 1374 место, офис, здание отдела внутренних дел и центр исследования энергии. Наш проект осуществляется в непростое кризисное время, но при всемирной поддержке главы государства он стал одним из самых реальных антикризисных программ. За 222 дня до открытия выставки мы начинаем передавать павильоны и жилье. Я думаю, что этого времени вполне достаточно для качественного наполнения ваших павильонов. Почти тысяча столичных водителей не оплатила транспортный налог. Такую вот информацию нашим корреспондентам дали в управлении госдоходов Сыроаркинского района. Сумма, которую должникам предстоит выплатить 15 миллионов тенге. По словам налоговиков, чаще всего владельцы авто ссылаются на то, что не осведомлены о транспортном сборе или же попросту не успевают его оплатить. Специалисты напоминают, что после извещения и при систематическом его игнорировании машину нарушителя отвозят на штрафстоянку и уже в принудительном порядке обязывают выплатить долг. От налога освобождаются граждане, которые входят в так называемую льготную категорию. Льготниками являются участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, матери, героини, алкоголка, комиссалка. Также приравнены к ВОВ Великой Отечественной войны. Это получается афганцы и так далее. Они не платят по одному автотранспортному средству. Мы арестовываем банковские счета второго уровня во всех банках должников, арестовываем имущество, транспорт в таком деле. Выше 4 миллиона тенге, если должник должен, это уже как бы можно привлечь к уголовной ответственности. В реке Ямбулатовке западно-казахстанской области гибнет рыба, животные не ходят на водопой. Жители села Январцево обеспокоены состоянием этого водоема, поскольку Ямбулатовка, впадающая в Урал, стала вдруг темной и появился неприятный запах. Специалисты отобрали пробы воды и исследовали ее в местном департаменте по защите прав потребителей, а также на водоснабжающем предприятии. По словам санэпидемиологов района, причиной загрязнения стали естественные природные явления. Но сельчане просят провести тщательное экологическое расследование. Мы считаем, что родники, питающие реку, загрязнены промышленными стоками. Река загрязнена ниже села Петрово, оттуда до Урала около 15 километров. Урал загрязняется, нужно принимать уже серьезные меры. Мы сегодня с представителями и лаборантами, учеными Западно-Казахстанского государственного университета имени Ахамеду Тимисова специально приехали сюда. А там мы еще раз отбираем пробы для объективности. Результаты будем на следующей неделе освещать на специальном брифинге. В Нью-Дели зафиксировали экстремальный уровень загрязнения воздуха. Показатель в индийской столице превысил норму, рекомендованную ВОЗ в 42 раза. Причина тому празднование фестиваля света Дивали, пишут местные СМИ. Главный индуистский праздник традиционно сопровождается многочисленными запусками салютов и фейерверков. Власти столицы рекомендовали местным жителям по возможности не выходить на улицу. Отмечается, что город окутало плотным смогом. Из-за этого на дорогах резко снизилась видимость. А воздух, тем не менее, в Индии считается одним из самых загрязненных в мире. Кстати, в ЮНИСЕФ подсчитали, что около 300 миллионов детей, то есть почти каждый седьмой ребенок в мире, проживает в регионах с чрезвычайно высоким уровнем загрязнения воздуха. По большей части речь идет о странах Южной Азии. Грязный воздух ежегодно становится основным фактором, способствующим гибели 600 тысяч детей в возрасте до 5 лет. Главные источники опасности для здоровья – заводы, электростанции и транспорт, работающие исключительно на горючих видах топлива. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году во всем мире из-за загрязненного воздуха погибли свыше 3,5 миллионов человек. Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили серию терактов. Сообщается, что мишенью боевиков должен был стать матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмират. Игра состоялась 11 октября в городе Джидди. Злоумышленники хотели подорвать заминированный автомобиль у стадиона. Другое нападение экстремиста готовили в столице Эриаде. По подозрению в организации террористических атак задержаны 8 человек. Среди них граждане Саудовской Аравии, Пакистана, Сирии и Судана. Еще несколько подозреваемых объявлены в розыск. В американском штате Вирджиния водитель, возвращаясь домой после посещения автогонки на Скар, врезался в толпу людей. В результате инцидента пострадали 22 человека. 9 из них были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. ЧП произошло в городе Мартинсвилле. По данным полиции, виновник Аварий был трезв, его задержали. Сейчас правоохранители выясняют причины инцидента. Власти Австралии предложили пожизненно запретить нелегалам въезд в страну. Это касается мигрантов, незаконно пребывающих в страну на лодках. Отмечается, что исключение будет сделано только для детей. Сейчас все мигранты, которые пытаются попасть на зеленый континент по морю, сразу доставляются в центры для беженцев в Науру или Папуа-Новой Гвинеи. Правозащитники часто критикуют Канберу за жесткую миграционную политику и называют лагеря, в которых содержатся нелегалы, тюрьмами под открытым небом. Отмечу, что Австралия не впускает на территорию государства даже официальных беженцев. Они могут остаться жить на островах или отправиться в другие государства. Это битва между волей жителей Австралии, которых представляет их правительство, и криминальными бандами, занимающимися контрабандой людей. Нельзя недооценивать масштаб угрозы. Контрабандисты, перевозящие людей, это самые ужасные нарушители закона, о которых только можно представить. Они имеют многомиллионный бизнес. Мы жестко настроены сказать «нет» их криминальным планам. Десять казахстанских вузов готовят технических специалистов для госпрограммы индустриально-инновационного развития. Сейчас в университетах степень магистра получают 4700 студентов. Почти 2000 из них были зачислены в прошлом году, оставшиеся в нынешнем. Об этом на брифинге службы центральной коммуникации сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Дархан Ахмед Заки. По словам спикера, таким образом, специалисты ведомства планируют обеспечить промышленную индустрию кадрами высшей категории. Параллельно удастся решить и главный вопрос работодателей – повышение квалификации сотрудников. Известно, что почти половина из числа студентов-магистров – это действующие специалисты крупнейших предприятий страны. Эти магистранты, они же на самом деле и поступившиеся с этих компаний работники бывшие. Мы с многими компаниями отрабатывали именно таким образом. Предлагаем проучиться в магистратуре именно вашим сотрудникам с возможностью одного года теоретического обучения, то есть учебный отпуск могли взять, и потом полгода проходит практику на их базе. То есть гармонизация с их ожиданиями, особенно повышением квалификации внутренних кадров. Уже завтра железнодорожного вокзала Астаны отправится по регионам поезды из Казахстан. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель руководителя штаба поезда. Как отметил Нурбек Шаяхметов, акция посвящена 25-летию независимости нашей страны. За полтора месяца поезд объедет 35 населенных пунктов. Специалисты различных министерств и ведомств, юристы, врачи окажут помощь и проведут консультации для жителей городов и сел. Депутаты организуют общественные приемные, а известные артисты дадут концерты. В рамках акции пройдут консультации медицинских специалистов, консультации по социальным, юридическим, правовым, сельскохозяйственным вопросам. Пройдут благотворительные акции Ассамблеи народа Казахстана. Данная акция называется «Дар ассамблеи народа Казахстана». Предусматривает передачу коллекции книг библиотекам, расположенным в городах, поселках и в других населенных пунктах. Также караван «Милосердие». Согласно данной акции, это посещение детских домов и домов юношества. И пока на этом все. В следующем часе выйдут международные новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok